Дух праздника царил повсюду. Сотни счастливых детей и родителей собрались на одном из главных мероприятий наступающего праздника губернаторской елки. Утренник начался с театрализованного представления. Один за другим на импровизированной сцене появлялись различные персонажи, которые пригласили малышей и взрослых отправиться вместе со Снегурочкой в Лапландию к Деду Морозу, а также радовали детей заданиями и ребусами, предлагая всем подпевать песни и пританцовывать вместе с ними. Из-за огромного количества зрителей, а их было почти полторы тысячи, принять активное участие в театральном действии смогли не все. Однако галерку это не огорчало, так как любой желающий мог развлечь себя, фотографируясь на специальных фотозонах с красочными героями мультфильмов и зверями, в числе которых были амурские тигрята. В праздничной атмосфере дети делились своими впечатлениями и планами на будущее. Замечательное настроение, прям хочется нового года, чтобы был каждый день, настроение волшебное. Очень классно, дома как раз елку ставят, тут такая классная атмосфера, все танцуют и песни новогодние, очень весело. Что вы пожелаете приморцам в новом году? Успеха. И все? Да. Желаю в новом году счастья, здоровья, всего-всего самого наилучшего, чтобы не болели, чтобы все было хорошо и все были счастливы. Как будешь праздновать Новый год? Ну, с семьей, с друзьями, ну, вот так весело, хорошо. Так же весело, как здесь? Да. Пригласите ли вы собаку за стол, как символ года в Новый год? У меня кошки, три. В костюме кого ты сегодня? В костюме кошки. Кошки? А год собаки? А мы аниматоры. Тяжело ли быть кошкой в будущем году собаки? Очень тяжело, все собаки за хвост дергаются. После утренника юных приморцев ждал главный сюрприз праздника – цирковое представление император Львиц. Кроме того, каждый участник елки получил сладкий подарок от главы региона Андрея Тарасенко. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.